Привет, слухов! Вы правы, ситуация ненормальная, связанная, безусловно, с тем, что мужчина не чувствует себя неуверенно, чувствует себя на сужой территории, чувствует, что он зависим от ваших родителей, потому что вы живёте в укус квартиры, чувствует себя должным им, вот, но в силу может быть гордости, может быть, чего-то и всё, нет, ну, не способен это признаться, не способен это признаться. Вот. Соответственно, надо сказать, что вы, отчасти, сами создали эту ситуацию тем, что вначале, когда всё это только начиналось, позволили мужу так себя вести, да, то есть, как бы, не поставили себя сразу чётко, что вот, это я, это... соответственно, мои родители, с которыми у меня соответствующие отношения, и всё, вот. Ну, то есть, в какой-то момент вы дали вашему мужу почувствовать, что он действительно может вас управлять, действительно может вас к чему-то принуждать, вот, и так далее. Вот. Сейчас, по сути, вы позинаете плоды данного отношения, сейчас вы позинаете плоды данной позиции, как бы это болезненно не звучало. Ну, вот. И, соответственно, здесь, кроме как кардинального изменения своей позиции, выражения неприемлемости каких-либо условий и ультиматумов, стать разрешить нельзя. Потому что, как бы, здесь, очевидно, и вам требуется скорректировать, как-то, своё поведение и отношение к мужу. И, соответственно, мужу тоже, исходя из вашего отношения, тоже придётся, так или иначе, что-либо менять. Здесь по-другому абсолютно невозможно. Вот. Это совершенно очевиднейший факт. Вот. Значит. В этой ситуации вы выступаете в роли жертвы, к сожалению. Хотя, я вас таковой не считаю, конечно же, не могу считать, что было бы неправильно. А всё из-за того, что вы не отвечаете и не защищаете свои интересы, свою позицию, то, что вам важно и так далее. Вот. Я также думаю, что у вас всё же имеется, хоть вы с этим, скорее всего, не согласитесь, некий перекос, что вы на родителей, то есть вы... Ну, по описанию мне показалось, что вы несколько их идеализируете. Вот. Ну, где-то я могу ошибаться, конечно. Конечно. Вот. То есть с этим моментом, с моментом отношения к родителям, тоже, вероятно, нужно будет разобраться. Совершенно очевидно, что позволять мужу ставить вам ультиматум и указывать, что делать, ни в коем случае нельзя. Но и, как бы, идеализировать родителей и, значит, называть их добрыми людьми, то есть давать такие оценочные суждения, исходя только из того, что они ваши родители, ну, тоже не совсем корректно, потому что для другого человека они могут быть не такими хорошими. Да и у мужа вашего, скорее всего, есть какие-то основания и относиться к ним негативно. Вот. Я ни в коем случае не хочу сказать, что они действительно в этой деле плохое, но понять мужа, попытаться понять мужа, да, пытаться раскрыть его позицию, это было бы очень полезно. А так вы, то, что делаете, вы участвуете в скандалах У-40, а вы участвуете в скандалах У-40 почему-то. Вот. Это тоже очень важный, на мой взгляд, момент. Вот. То есть, почему вы участвуете в скандалах У-40 вместе с вашим мужем. Вот. Это очень важно понять, потому как, ну, объективно, если вы уверены в своей позиции, то никаких ссор, да, никаких конфликтов, никаких ссор. Вы просто спокойно заявляете о своей позиции и всё. Здесь у вас есть какой-то элемент с того, что вас задевает, вы чувствуете неуверенность. Вот. Это нужно исследовать. Так или иначе. Вот. Потому что момент это достаточно вас. Да. Да. Вот. В целом нужно разобраться с вашими чувствами и по поводу мужа, и по поводу родителей. Вот. А в целом я бы сказал, что вам нужно помочь определиться с вашей позицией с определенными внутренними конфликтами. Потому что, ну, извините, очевидно, что есть проблемы с определением места в вашей жизни родителей и мужчины. Потому что мужчина, ну, совершенно не просто так начинает вам что-то диктовать, ставить условия и так далее. То есть, я не думаю, что эта проблема появилась вот только вчера, да. Ну, опять же, здесь всё упирается в то, насколько вы готовы работать над собой. То есть, если вы мужу себя не поставите однозначно и корректно, то подобные его манипуляции, особенно если вы купите с нами, да. То есть, если вы, ну, позволите, если вы за собой манипулировали, то они будут постараться снова и снова. Вот. Что, не кажется, мне сколько-нибудь корректно и продуктивно. Вот. Плюс ещё ребёнок, который тоже страдает от того, что вы всё страдаете. Вот. То есть, это, вне всякого сомнения, значит, позиция неярко выраженная, не проработанная ваша позиция. Вот. То есть, здесь что, либо чрезмерно где-то вы ошибаетесь в отношении с мужем, либо где-то вы ошибаетесь в отношениях с родителями. Может быть, и в том, и в том. Вот. Если вы готовы со всем этим разбираться, то, я думаю, что вам нужно выбрать психолога и начать с ним работу. Вот. Индивидуальная работа, которая, ну, поможет вам всё как следует поисследованию. На этом всё. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Вот. Я рекомендую вам изучить треугольник Карпмана, потому что вы как раз-таки выстраиваете такие отношения, как в треугольнике Карпмана. Вот. Из треугольника Карпмана желательно выходить. Вот. Там все отношения, выстроенные в треугольнике Карпмана, являются, к сожалению, нездоровыми. Вот. И, в общем-то, самостоятельно вы скорее всего с этим не справились. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится, но для этого определённо уносите какие-то усилия. Продолжение следует...